Армаг Плей представляет Всем привет, уважаемые подписчики, с вами Армаг и посмотрим с вами сегодня за игрой в турнире Зеркала 3 на версии SOT, который проходит на портале Herois World. Ведущим ветки именно классических героев в этом году являюсь я и как раз вот за матчем первого тура между Валвином и Контрабасом, оба игрока известные вам, мы сегодня и понаблюдаем. Но наблюдать мы будем за игрой только Валвина, поскольку только он вел запись со своей стороны. Играть они будут за башню. Шаблона в турнире представлено три. Первый шаблон это MT Diamond, зеркальный Diamond. Далее идет H3DM1, тоже довольно популярный зеркальный шаблон. И собственно MT Jeb, зеркальный аналог Jebus Cross. Посмотрим, какой шаблон ребята выбрали для игры. Выставляют таймер, какие-то начальные выставляются настройки. Они прописывают свои пароли и поехали. Так, есть Тарасар. Сразу же говорю, что на зеркальных шаблонах расклады абсолютно одинаковые, разные только герои, которые заходят. В связи с этим, смотрите, у обоих есть по консерватории на старте. Вверх заблочен проход. Контрабас спрашивает, рестарты один-один или нет. Ну, типа один день в сумме дается, да. В данном турнире, ребят, ну и вообще как бы на зеркальных шаблонах принято именно один день давать на рестарты. То есть один раз ты отказался играть какой-то расклад и все, на этом закончили. Ну и довольно, я не знаю, непредсказуемый что ли выбор со стороны Валвина в том плане, что он стартовым героем себе выбрал Тарасара. Например, тот же Салмир, Айн, Нелла. Как по мне, более перспективные герои, нежели Тарасара. Но тут уже как бы у каждого свой, более привычный вариант, за кого стартовать. Ну, стоит отметить, что у него целых два героя-специалиста по баллисте. Но я думаю, что он останется верен все-таки своему алхимику. Так, и смотрите, под Некрине сразу же есть шуба, поэтому если кому-то из ребят зайдет герой-некромант, то это сразу же будет плюс. А, сверху еще один блок в виде собак. Ну ничего, есть еще одно направление вниз. Там ребята могут более детально все это дело посмотреть. Так, и дотягиваются до обзорочки, которая засветила здесь проходы. Так, считаем. Раз, два, три, четыре прохода в разные края. Я вот думаю, как бы это даже не зеркальный даймонд был. Сколько там проходов, я вот не помню. Помню, что много. Этим даймонд, в принципе, и примечателен. А сами шаблончики, кстати, в конце могу предложить их схемы. Для того, чтобы вы знали, как выглядит каждый из этих шаблонов по отдельности. Чтобы мы с вами тут тоже не особо догадывались. Ну, размер карты не очень большой. Это Элечка. В принципе, все эти три шаблона играются на Эльке с подземкой. То есть шаблоны, которые либо привычно играть на Эльке, либо они играются на Эксель, но за счет того, что они зеркальные, и там идут повторения каких-то зон, то их все равно уменьшают до Эльки. Чтобы не так долго, скажем, длились партии на этих шаблонах. Вот тут идет расстрел. Улучшаются со второго дня гремлины для того, чтобы уже начинать пробивать медленных и низкоуровневых, скажем так, юнитов на карте. Хочется побыстрее чекнуть, то есть проверить величину консерватории. Она маленькая. Это получается двойка, да? Если я не ошибаюсь. То есть будет пять стеков по двадцать грифонов, и за победу над ними вы сможете получить целых двух ангелов. Так, ну при игре за башню есть сомнения по поводу того, что они на первой неделе смогут взять. Поэтому, скорее всего, начиная со второй недели, можно рассчитывать на взятие данной консерватории. И то, если ребята нормально отыграют, очень сильно углубляется по бездорожью Волвин. Причем углубляется главным героем. Как по мне, это все-таки ошибка, потому что лучше углубляться главным героем только в тех случаях, когда вы со своей стороны, во-первых, идете брать какие-то важные объекты, которые никто, кроме главного героя, не возьмет. А во-вторых, стоит отметить, что главный герой должен все-таки бегать по дорожке. Вам надо побыстрее пробиться по всем этим направлениям, чтобы сделать и нормальную разведку, и разбежку, и так далее. И еще один момент, на который я бы обратил внимание, это то, что он таскает зачем-то четырех стрелков. Во-первых, из-за них появляется 50% штрафа по пересеченной местности, при беготне, по бездорожью. А сами эти четыре стрелка, они особо вас не усиливают. То есть их можно было просто оставить дома и особо не обращать внимания на то, что вы их с собой не таскаете. Оставить их потом на какой-то отжог. А так, мне кажется, что он этим сам себя замедляет серьезно по развитию. Хотя он, наверное, посмотрел на охраны, типа, не видит других вариантов, кроме как вот по бездорожью сейчас бегать, пытаться добывать для себя какие-то драгоценные ресурсы, ну и искать варианты. У нас данный турнир, он не шоу, он самый обычный, но некоторые игры, они все-таки будут проскальзывать либо на главном канале, либо на втором канале, чтобы осталась какая-то память о том, что такой турнир был, игры там игрались. Может, даже будем вставлять с вами какие-то скриншоты, результатов и все в таком роде. У нас набралось больше 40 человек в данном турнире. Это далеко не рекорд. Есть турниры, которые набирают и больше человек. Например, тот же OnlyXL турнир. Или, к примеру, турнир Любимчики, где каждый играет только одним своим любимым замком. А OnlyXL играется только на XL-шаблонах с подземельем. Хотя, может, там без подземки джебус есть, я вот не помню, есть ли там джеб. Но, наверное, есть. То есть, XL и XL с подземкой играются. Ну, пока все так же засиживается внизу и все так же бегает со стрелками. Ну, в этом бою еще ладно. То есть, здесь ему с быстрыми надо воевать. И отдать отжор в виде стрелков под быстрых еще как-то можно было бы. Тут и копейщики тоже добавились. Но я думаю, Волвин должен понимать, ради чего он рискует своими очками перемещения, более медленным развитием. Я бы, конечно, трижды подумал, стоит или не стоит все это дело с собой брать. Есть просто вариант, вот даже когда у вас остаются одни гремлины, да, типа нечем прикрываться. Многие потом гремлинове начинают делить на единички в случае чего. Главное, чтобы избежать все-таки штрафа. А вот копейщикам, там, стрелкам можно было бы находить место либо ради отжора, где-то их подставлять, либо все-таки поберечь до того момента, пока вы все-таки начнете пробиваться на соседние территории. И уже непосредственно на соседних территориях там сможете без штрафа таскать их, я не знаю, по какой-нибудь некротерритории или по траве, что-то в этом роде. Рынок начинает отстраивать, и я не удивлюсь, если Валвин со своей стороны опять сыграет через экономику. То есть он, с одной стороны, вроде начал переделывать свою игру под те тенденции, которые идут сейчас, и когда приходится строить в первую очередь армию, и он старается это делать. Но когда начинаются просадки по отстройке, а здесь они у него уже видно, что начинаются, он может переключаться на игру через экономику, строить там муниципалитеты, всякие и тому подобные вещи. Где-то это может и сыграть в плюс в какой-нибудь затяжной игре, но для темповости мне все-таки кажется, что это во многом может быть именно минусом. Но опять же, отстроенный рынок пока что еще не говорит о том, что он пойдет через экономику. Потому что отстроенный рынок это лишь показатель того, что в нужный момент, когда ему будет не хватать каких-то ресурсов, он может другие ресурсы выменять для себя. И вот тут все-таки идет пробивать стрелков. Стрелков много. И это может быть слив. Да не может быть, а это и будет слив. Да, это слив, ребят. С огромнейшей долей вероятности это слив. Гремлины очень слабенько бьют. Если и вылезет, то вылезет так, знаете, на соплях. То есть там почти подслившись. Ну, нехватка армии и нормальной отстройки, она дает о себе знать здесь. Несомненно. Ну и да, ребят, это слив. Тут либо ты героя спасаешь, либо... А, хотя, хотя, вы знаете... Не, вылазит. Серьезным... А, у него выстрелы закончились. Ай, как не вовремя. Ну ладно, пробился с колоссальными потерями, но главный результат теперь сможет развиваться дальше. Ну, а если так подумать, какие у него были варианты? Во-первых, можно было бы загрейдить горгулек, наверное, где-то попробовать. И сгрейдженными горгульками тогда попробовать снизить свои потери. То есть там на двоечке может где-то поделить или на единичке, но ставить под прямую стрелу под стрелковый, мне кажется, это минимизировало бы потери довольно сильно. Там главное рассчитать либо единички, либо двоечки, чтобы сагрить наверняка. Ну, если двоечки, то наверняка бы смог сагрить. Тем более, это по ресурсам тоже довольно-таки экономный был бы вариант. Ну, решил по-другому сыграть, в принципе. Отжал второй замок, он данжевский. Зная, ну, баса-контрабаса, он, я думаю, по-другому наверняка сыграет. То есть у него там таких потерь, скорее всего, не будет, какие были здесь у Валвина. Можно было попробовать еще, опять же, если стартовый герой там Салмир какой-нибудь, то пройтись магией, да, серьезно так, прохитранить. Там, я не знаю, если Салмир, то цепной молнией, если, ну, и какими-нибудь единичками, да. Если Диммер или Айслин, то метеоритным дождем по центральным стекам лупануть. А потом уже вторым заходом идти бить своими главными героями. Но видно, что расклад, видите, небогатый. То есть ресурсов мало, приходится за них очень много сражаться, чтобы нормальную отстройку сделать для первой недели. Я вот не обратил внимания на внешние жилища. Если таковые есть, то можно попробовать даже отпорталить через замок-темницу это внешнее жилище и увеличить прирост. В целом, пока за это время, которое ребята играют, три юнита отстроено. Ну, гремлины были изначально. Горгульки, я не помню, он строил или они были тоже со старта. И вот добавились големы. Но пока что особо там на какие-то скупки со стороны големов даже речи не идет, потому что до сих пор даже героев очень сильно не хватает. Вот склеп. Склеп это, пожалуй, то, что хотелось бы взять, но теперь уже это будет не под силу. Либо же под силу, но с такими серьезными потерями, скажем, при которых можно и не вылезти даже с учетом магии. А все тот самый злочастный бой, который серьезно так просадилку армии Валвина. В общем, уже один минус есть. Единственное, что мы не знаем, как идут дела у соперника к этому моменту. И вот захватывается все-таки внешнее жилище троглодитов. Ну, то есть старается выжимать максимум, понимая, что армии мало. Единственное, что, конечно, будет и мораль серьезно падать. Ну, боевой дух. Из-за того, что будет смешение разных рас идти в одной конкретной армии. Но в любом случае применение, конечно, можно найти. Любая армия, которую вы находите, ей можно найти в применении. Так, перчатки, ящик Пандоры. Это в трежерной зоне видно, да? Так, самоцветы скупаем. И начинается трейд через рынки. Вот, кстати, тоже интересный момент. То, что сейчас идет вторая неделя, и он может либо продолжать отстраивать свой родной замок-башню, либо пересесть на темницу и отстраивать существ отсюда. То есть, там, загрейдить гарпий, построить минотавров, портал троглодитов. Ну, в целом, тоже такие неплохие ударные эстетики могут получиться. Тем более, здесь не деревня, а полноценный замок. Вот, как-то так. Отстраивается префектура. Ну, и старается выдерживать цепочку из своих героев, чтобы в нужный момент они могли сыграть с пользой для него. Обошел сдвинутую охрану, да, на данном турнире, но и на других, где используются зеркальные шаблоны, часто прописывается правило, что мимо сдвинутых охран проходить можно. И это делается из-за того, что у обоих же ситуация абсолютно одинаковая. Если один может обойтись, значит, и второй может обойти. Еще один интересный момент, то, что в целом, Have a Rules плагин, который подключается, он на зеркальных шаблонах даже разрешает все постройки, которые по умолчанию запрещены. Например, усилитель некромантии, улучшение вампиров, улучшение феек, психических элементалей. Помимо этого, фениксов в том числе. Благословение находит на карте в виде свиточка, который передается далее. Ну, Тарасар, вот чем он хорош, что сразу же у него есть книга заклинаний. Вам не надо потом тратить золото на ее покупку. Сразу же есть неплохое заклинание. Стрелочка это всегда здорово. В этом плане он как раз таки и хорош довольно таки. Плюс за счет баллисты он позволяет, ну, все-таки минимизировать потери. Будем честны. Ну, из-за того, что качается не так часто на атаку по первичным навыкам, доспехи приходят. Ну, надо брать, наверное. Надо брать. Находится улик. А вот дальше пробивка через монахов. Причем нужно заметить, что по какой-то причине волвин, он бегает вслепую. То есть он просто выбирает какое-то направление и по этому направлению бежит. В целом, если бы он делал поинтереснее разбежку героями, то он заранее бы, пожалуй, успевал увидеть, где серьезные блоки, где нет и куда ему лучше бежать. А из-за того, что он держит все-таки цепочку для того, чтобы вовремя сделать какой-то подвоз, он не может сделать нормальную разведку впереди своего героя. И это очень сильно влияет на игру. То есть, когда ты разбегаешься не по всем направлениям, а по одному по очереди, то если ты идешь по направлению, которое тебе реально наиболее выгодно, ты получаешь преимущество. Если ты не угадываешь, что случается чаще всего, когда ты выбираешь направление по очереди, то у тебя ситуация становится хуже. И часто можно услышать от каких-то игроков, вот я зеркалки не люблю играть, потому что кто-то выбрал просто направление лучше, и он из-за этого выиграл. Но посмотрите на игры папашек еще того времени, Alex the Great, Indra, Cobra и тому подобные ребята, всех перечислять можно долго. Они пробиваются по всем направлениям, ну и это не зависит даже от шаблона, везде, где пробиваемо, ты должен пробиваться. Дальше разведка тебе покажет, какое направление для тебя в данный момент наиболее такое серьезное. За счет грейженых гарпий, то о чем мы говорили, он сейчас будет пытаться снизить потери и подставляет даже стрелков поближе, понимая, что гарпии пораньше смогут заблочить монахов, и за счет этого пробиваться далее. Причем гарпий, смотрите, он не единички делал, а стеки поболее, за счет этого он будет серьезно так блокировать далеко не один раунд монахов, и они не смогут стрелять. То есть потерю стрелков он таким образом себе, конечно же. Так, и отказывается от мудрости. Не все бы одобрили такой выбор в пользу докачивания мистицизма, но Волвин решил так. Мудрость, в принципе, ему дадут через 6 раундов, но придется ждать. А в трежерных зонах пойдут ящики Пандоры, и я теперь не понимаю, как он их будет собирать. Ну, то есть это будет серьезный риск. Дадут магии, он ее просто-напросто потеряет впустую. Ему будет показываться, что ящик Пандоры пустой. Все-таки мудрость, она должна качаться вовремя. А с учетом того, что это уже идет вторая неделя, ну, нельзя, нельзя отказываться. Потому что на второй неделе, в принципе, и игра там может закончиться. А у тебя даже магии нет толковой, чтобы защищаться. Ну, в общем, рискует. Рискует со своей стороны Волвин, ничего не скажешь. Можно, конечно, и без мудрости попробовать переиграть, но тогда у тебя перевес хотя бы по армии должен быть. То есть ты должен на что-то делать ставку. Нет армии, играй через магию. Нет магии, играй через армию. Все довольно-таки просто. А в идеале, конечно, играть и через армию, и через магию. Ну, Волвин и сам тут призадумался. Ситуация у него, конечно, далеко не самая простая. Ну, баса-контрабаса я еще перед игрой запугал. Говорю, давай записывай со своей стороны то же видео. Я смонтирую с двух сторон. Говорю, мы со зрителями хоть посмеемся. Он испугался и не стал вести запись. Зря или не зря мы с вами тут уже посмотрим, как сложится ситуация. Если он здесь проиграет в этой партии, то ладно, так и быть. Не покажет своего позора, да? А если выиграет, то... Будет обидно, я думаю, ему. Все-таки участие в первом официальном турнире на портале Heroes World, самая первая игра, да, и... Ну, хотя бы для истории мог бы записать. Потом самому же была бы хорошая память. Так, захватывается еще одна деревушка. Теперь уже в три города играет со своей стороны Волвин. Тут тоже улики. Два улика, еще одна консерватория, библиотека. В целом полезная зона. Даже очень. Но... С учетом того, что заканчивается вторая неделя, а пробита только третья зона... Ну, я даже не знаю. Также привычное вообще дело для зеркальных шаблонов, то, что порталы, которые ведут на плоскость к сопернику, они находятся в крайних зонах, которым и вы подольше будете добираться, и ваш соперник. Так, что Волвин, по идее, сейчас вышел в ту зону, которая... Кстати, это похоже на аж 3D-M1. Я вот так вот смотрю по количеству проходов и по начинке зон. Тоже довольно-таки похоже. Так, и в первом раунде пришлось потерпеть выстрелы по стрелкам. Он еще немножечко снизил ударную мощь своей армии, но во втором уже горгульки делают свое дело. Они блокируют гремлинов. Гремлины в ближнем бою имеют штраф, то есть бьют в два раза слабее. И, пользуясь этими, вовремя отставляя подбитых горгулек назад, он сумел даже спасти, в общем-то, горгулек. А не только снизить потери стрелков. В общем, на двух флангах сейчас, по сути, работает. С учетом того, что по темпу, я думаю, он сейчас, по идее, проигрывает, то, ну, конечно, да. Не особо много вариантов остается. Надо открывать второй фланг. С одной стороны воевать, с другой стороны воевать. Ну и, в принципе, как бы, неделя-то поздняя, уже пора начинать и собирать улики. А то потом можно и не успеть дать какой-то серьезный отпор сопернику. Это уже было бы обидно, пожалуй. Пошел на грыженых ребят тут, змеек. Скорость очень высокая, ну и потери тоже будут значимые. Все ради того, чтобы продолжать развиваться. Ну, опять же, чтобы брать улики, как по мне, у него маловато Аджора. Он у него есть, но его маловато. Какой-нибудь Макси улики, это сразу же будет слив. То есть, не знаю, вот в плане ударной мощи у него серьезная просадка идет. Что будет внешнее жилище некродракона убрать. Но он еще сильнее тогда снизит мораль. У него она и так сейчас желает лучшего, а так он еще сильнее снизит. Причем это нежить. Это еще более серьезная. Понятно, что даже один некродракон это замечательно. Сам по себе юнит дешевый. И которому можно находить неплохое такое применение. Но вся вот эта вот смесь, так называемая каша-малаша из армии, она не всегда отыгрывается, к большому сожалению. А усилий на это может уходить довольно-таки много. Теряет весь стек проглодитов ударный, к большущему сожалению. Тут еще маги, на самом-то деле, они снижают стоимость магии, как таковой. И это спасает. Плюс мистицизм Тарасара тоже потихонечку ману пополняет. За счет этого, хоть на какие-то стрелочки, но умудряется находить на каждый день ману со своей стороны волвин. Сомневаюсь, что это станет решающим. И вот он находит портал. Вот именно этот портал должен вести, собственно, к сопернику уже. Там небольшая переписка между ребятами уже пошла. Внешний рынок, кстати, тоже хороший объект, который позволяет очень значимо увеличить прибыль для себя при обмене ресурсов на золото и ресурсов между собой. Очень выгодный и хороший курс. Чтобы у вас стал курс лучше, чем на этом внешнем рынке, вам придется, конечно, много замков захватывать и много где строить рынки. Но превзойти этот курс все-таки можно. Так, замедление нашел святыньку на карте. Ну и что, судя по всему, вроде как рассматривает вариант с пробивкой на сторону оппонента. Но опять же, нужно понимать, что выход будет не в этой зоне, а в другой какой-то. Тоже крайняя зона будет, но какая-то другая. И еще стоит отметить, что там с другой стороны тоже придется пробивать такую же армию, чтобы выйти из этого портала и начать тоже что-то чистить. Вообще стоит отметить, что Валвин, он вроде как разведал, да, трежерную зону на инферно-территории. Разведал две консерватории. Несколько уликов тоже найдено. Внешне жилища есть определенные. Но заметьте, что он в основном воюет за ресурсы. Ну вот только внешнее жилище захватил драконов и собрал бесплатно троглодитов, да, из внешки. И основные объекты, которые могли бы его серьезно усилить, он не берет. К чему это обычно приводит? Это приводит обычно к тому, что соперник через какую-то другую зону приходит к вам и забирает все это дело себе. То есть он сначала на своей территории все это дело забирает, а потом все это дело забирает еще и на вашей. А поскольку именно улики, консерватории и утопии и влияют на то, кто же выиграет в партии, я думаю, что тут будет без вариантов. Вот, либо он все-таки начнет брать эти объекты и только потом идти на соперника, либо, скорее всего, Нубас-Контрабас, который наверняка конс и улики игнорировать не будет. Я не знаю, что с ним должно произойти, чтобы он их не собирал. Он просто может даже в одну калитку вынести. А Валвин, который прорывается на плоскость к сопернику, он будет двигаться мало того, что вслепую, так еще и соперник сможет контролировать его перемещение и накрывать в какой-то конкретный момент. Причем маны мало у Валвина, армии мало у Валвина и... Ну, я не вижу других вариантов. Вот, кроме как собирать улики и консерватории. Да, нужно собрать много Аджора, не без этого. Но без улика в и конс я не вижу вариантов для победы. Можно было попробовать, конечно, чисто в отстройку гильдии мага уходить, но с учетом того, что шаблон сам по себе не богатый, то я не вижу особого варианта, чтобы выходить именно в отстройку маги довольно-таки быстро. То есть это не тот шаблон, где ты можешь там показать весь спектр разных стратегий. Его нельзя назвать линейным, то есть игра здесь далеко не линейная, но далеко не все доступно тебе, скажем так. Чтобы уходить в отстройку гильдии магов, тебе придется очень много сражаться за ресурсы. Из-за этого может пострадать твоя в целом тактика по темпу, просадка, и это тоже может привести к поражению. Ты никогда не знаешь, когда к тебе придут соперники. Шаблон довольно-таки контактный, и, ну, с одной стороны, соперник не может на тебя напасть так, чтобы ты прям вообще ничего об этом не знал, если ты нормально разбежку сделал, вот по всем направлениям. С другой стороны, ты просто-напросто не успеешь отстроить даже четыре уровня гильдии магов до прихода соперника, если он, к примеру, к тебе прольвется именно на второй неделе. И пошла третья неделя. Пока что никаких стычек между игроками не было до этого момента. Валвин видит, что соперник начинает выигрывать по тому, что показывают в таверне, почти по всем параметрам. И это огромная беда. Валвин делает подвоз армии, но армии при этом остается все еще очень мало. И, кстати, смотрите, видите, он использует деление на единички со стороны гремлина. Вот то, о чем мы говорили с вами еще до этого. Такое очень даже практикуется. Минус несколько гремлинов — это несущественная потеря, как бы там ни было. Темпует, старается темповать, конечно, Валвин, но, как по мне, немножко глуповато. Потому что это дело заставляет его игнорировать полезные объекты. И он очень сильно уязвим. И выходит, смотрите, в верхнем правом углу. И это зона цитаделевская, орчья. Хотя замок мне вроде показался там не орчий. Сейчас мы с вами посмотрим более детально. Возможно, здесь нет привязки зон, территорий к самим замкам. Это, в принципе, в настройках шаблона выставляется. На той же анархии, например, есть шаблоны, на которых нет привязки зон к замкам. Поэтому ты идешь вроде на болото, смотришь, там сопряжение какое-нибудь стоит. А, ну и здесь такая же ситуация. Все-таки, да, сопряжение тоже стоит. Ну, в целом, нужно отметить, что, по крайней мере, у него нет каких-то простоев. То есть, как бы он тут ни подставлялся, не шел на стычки, не видя при этом своего преимущества. Но он проводит не самые простые бои. Выходит из них победителем. Ну, и в целом, старается, с одной стороны, конечно, по одному направлению идти. Но, с другой стороны, хотя бы в этом одном направлении темповать. Не могу сказать, что это правильная тактика. Но это как раз один из тех случаев, о которых я вам говорил. Если направление оказывается стоящим, вы можете выиграть. Но, правда, даже если оказывается стоящим, и ты игнорируешь полезные объекты, вот тут, мне кажется, все равно особо без шанса. Но, опять же, может быть и такая ситуация, что ваш соперник будет развиваться примерно так же, как вы. В целом, из-за чего интересно смотреть с двух сторон развитие именно на зеркальных шаблонах. Потому что расклады одинаковые, и интересно, кто каким образом будет развиваться. Вот все вот эти вот отличия между игроками на каждый день, они начинают расти все больше, больше и больше. И в итоге вы просто смотрите, как одна из двух тактик, она реально оказывается лучше. И по реализации, и по бонусам каким-то там. Ну, то есть, это приводит к положительным последствиям для вас. Все, идет, отбивается очередная деревушка. Теперь становится Чипири города. И он тут строит гильдию магов, заметьте. Садится пополнять ману. Не таверну, чтобы больше информации обладать и покупать каких-то героев для разбежки. А именно гильдию магов. Это может связано быть с его стороны из-за того, что он снизу уже видит блок. Ему вот как раз хотелось бы именно вниз сделать разведку. А в принципе, никто не способен это делать. Это первый момент. А второй момент, ну, у него на протяжении всей игры огромная негативная ситуация по экономике. Такое у Валвина бывает крайне редко. Но опять же, не забываем, что Валвин все еще находится на этапе перестройки. Когда он долго играл по одной тактике. И сейчас старается подстраиваться под то, как играют другие. И, ну, в целом мы с ним наиграли огромное количество игр именно на Скирмише. А тут, видите, пошли совсем другие шаблоны. Скирмиш, он все-таки более линейный. Он менее линейный, чем тот же Джебус, например, да? Но по схеме шаблона, по крайней мере. Все-таки менее линейный, чем вот эти вот всякие даже шаблоны, на которых больше направлений. Тот же H3DM даже, как бы там ни было. Так, и Валвин закрывается снизу. Ну, это вообще, скажем так, тоже довольно привычная схема. Когда у тебя есть баллиста, ты стрелков строишь не сверху в углу, а снизу. А в верхний угол ты загоняешь других нейтралов, чтобы их отманить. И чтобы они сражались именно с баллистой, а не с вашей армией. И за счет этого попытаться, типа, снизить свои потери. И есть, например, другая тактика. Например, с палаткой. Палатка, она наоборот находится внизу. Поэтому, с одной стороны, вы можете за счет палатки проще закрываться снизу. То есть, вам понадобится уже не три стека, а два, чтобы закрыться. Сверху вас будет палатка прикрывать. С другой стороны, вы можете тоже сверху отстраиваться, а на палатку отманить каких-то нейтралов. Но единственное, что баллиста, она может выдержать больше ударов и урона в целом, нежели палатка. Потому что у палатки хп, здоровья, да, меньше. Нужно отметить. Как бы там ни было. Накидывается лечение на костяных дракончиков. И потерял или нет? Вроде нет, да? То есть, пока что выстояли. А вот стрелки разблокированы. Это беда. Их сразу же там заблочили. Не, вроде костяных не стали трогать. Но это хорошие новости на самом-то деле. Ну, довольно-таки отличные потери. На золото. Вот то, с чем у него проблемы, такое ему артефакты дают. А вообще, с могилой можно было вытянуть абсолютно случайный артефакт. Это может быть даже какой-нибудь там реликт, в том числе. Но, может быть, и что-то очень низкоуровневое и малополезное. Так, судя по всему, Фафнер, да, передает армию. И по цепочке сейчас Валвин со своей стороны будет стараться все это дело довести как можно быстрее своему главному герою. А потом где-то там уже встретиться с соперником и пойти на стычки. Уже готовиться к финальному бою. По сути, как по мне, Валвин повторяет мои же ошибки, которые были у меня на турнире. Я вот не помню, это было в турнире «Новичок» или нет. Мы тоже играли в шаблонах 3D-M1. Я абсолютно не понимал данного шаблона, никогда его не играл. И точно так же, как и он, старался перетемповать соперника за счет разбежки по разным направлениям. И я не знаю, получилось у меня тогда перетемповать соперника или нет. Но я проиграл из-за того, что соперник собрал много уликов, консерваторий. И потом он, когда пришел ко мне, начал мои собирать. Потому что я точно так же, как Валвин сейчас, игнорировал их. И это привело к поражению. То есть сначала у нас там состоялась встреча с соперником, где я за счет магии дал ему отпор. Ему пришлось откупаться. Но потом он дособирал все на карте. Пришел, уже был готов. У меня, по-моему, тогда берсерк был. И у меня на него делалась ставка. И он тогда уже все выкрутил, скажем так, в свою пользу. И наказал меня за оплошности. Показав, что как бы ты тут не отыгрывал, а все-таки перевес по армии он тоже очень значимо решает. Так, снова серьезные потери. И Валвин все так же с маленькой армией начинает двигаться вперед. Вот тут вот, казалось бы, задай сам себе логичный вопрос. Вот как ты считаешь, этой армии достаточно для победы? Если нет, то зачем ты вот так вот вслепую идешь сразу же на оппонента? Ну, со стороны всегда просто. А вот когда садишься и начинаешь размышлять, как тебе лучше ходить, там ситуация немножечко другая. В целом, надо себя приучить к тому, что на второй неделе ты должен уже собирать улики. Независимо от шаблона. Даже если это с кельмишем 200, ты уже должен на второй неделе в трежерных зонах бегать. И не просто бегать, ты уже должен их чистить. Поэтому твоя задача на первой неделе и в начале второй недели сделать так, чтобы у тебя было достаточно мощи. Как этой мощи достичь, это уже ты решаешь по ходу игры, чтобы все необходимое ты мог уже брать. Вот та же самая библиотека. Она бы очень даже ему пригодилась. Улики, они бы ему и очки перемещения тоже сэкономили. Ящик Пандоры, правда, не очень удобный. Там штормовики стояли. Их могло быть очень много. И там уже закрыться штормовиков было крайне сложно. Восьмая скорость, как-никак. Хотя у горгулек. А у горгулек какая? Восьмая или девятая? По-моему, девятая у грейженых. То есть грейженными горгульками. Ну или гарпиями грейженами. В принципе, можно было попробовать закрыть. Был бы эксперт проклятия у него в наличии. Вот за счет эксперт проклятия, конечно, штормовики очень легко пробивают. У них разброс от двух до восьми урона. То есть, по сути, накидывая эксперт проклятия, вы минимизируете максимально нанесенный урон в четыре раза. Вот так-то. И снова-снова тащится армия дальше. Волвин находит еще один город, полноценный, с фортом. Посещает обзорку, видит, что соперника здесь не видно. И вот направление, которое ведет вниз, оно, в принципе, показывает, где находится город с соперником. Ну, потому что он свою карту знает. Благодаря этому он и знает, куда ему двигаться дальше. Но, в целом, вот, хотя бы вы делаете выводы из того, что вы видите. Вы видите, что консерваторий и уликов на карте много. А если их много, значит, их есть смысл брать. Улики как раз-таки можно игнорировать, когда их очень мало. Например, на том же Скирмише бывают ситуации, когда на карте всего лишь один, там, два улика находятся. И потери, которые вы несете в улике, они могут быть больше, чем награда за них. Поэтому там иногда есть смысл подумать, стоит или не стоит брать. Вам же не только охрану внутри улика надо пробивать, но и охрану, которая стоит перед уликом. Вот там именно важно понимать. А на больших картах, если вы видите консерватории, видите улики, ну, мимо такого желательно не проходить. То есть, вторая неделя, ну, в крайнем случае, третья. И то, опять же, третья, вы уже там рискуете, потому что соперник там уже реально на любой день может появиться. Так, и вот тут вот он обнаруживает Айслин. Это, кстати, огромные проблемы для Валвина, потому что Айслин очень хороший герой. Вы видели, что был некроартефакт, который помогал не крить. Вы видели, что у Айслин прилично армия есть в наличии. И еще один момент, это то, что у нее есть фирменное заклинание, да, метеоритный дождик. И, ну, конечно, есть сомнения, хотя, опять же, среди на третьей неделе. Ну, хотя ресурсов все равно маловато. То есть, навряд. Ну, бас-контрабас со своей стороны сумел отстроить гильдию магов до четвертого уровня, но все может быть. А Валвин все-таки решает повысить свои статы за счет посещения библиотеки. Но, блин, тут, конечно, ситуация крайне неприятная. Тут он и Наг, кстати, может прилично потерять и магов. Вот уже дракона потерял. Заблокировал себе стрелков. Блин, ну, это будет жутко обидно, если он сольется именно на этой армии, а не на финальном бою с соперником. Я, конечно, думаю, что он отсюда все равно вылазит. Но, ребят, опять же, с колоссальными потерями. Вот проблемы новичков, которые учатся играть, они заключаются в том, что на разных шаблонах нужно смотреть на схеме шаблона, какая сила армии внутри зоны. И примерно прикидывать, если стронговая, то есть сильная армия там, то насколько больше там будет армии, чем на той же слабой или средней, которая наиболее привычна, наверное. Можно очень сильно не рассчитать свои силы, и это приведет к серьезному поражению. Там Контрабас что-то пишет. Там Волвин пишет, что ГГ сейчас будет сдаваться, типа сливается. Да, печальная ситуация. Второй слив за игру со стороны Волвина. К большущему сожалению. А вот видите, если бы он консерватории и улики собирал, то пробивка вот такой вот армии для него была бы проще простого. Ну, представьте, каких-нибудь 30, Виверн, каких-нибудь, может, 5 ангелов или 3 там ангела, даже 4. Это уже очень значимый урон был бы. И это даже минимизировало бы потери какие-то очень сильно. Да, то, о чем я и говорил. То есть, он вылез, конечно, из данного боя, но с огромными потерями. И, ну, даже не написав GG, ты все равно практически уже проиграл. Ну, Бас-Контрабас, судя по всему, идет захватывать главный замок Волвина. Волвин в него очень сильно вложился. А Ну, Бас, судя по всему, и свой главный замок хорошо отстраивал, поэтому замок соперника хочется отжать очень быстро. Вот мне было бы интересно, если бы Волвин, о, не Волвин, а Ну, Бас-Контрабас, он сыграл с убитым. Убитый очень часто свой главный замок не отстраивает. Он ломится вперед и там уже по пути собирает улики, концы, за счет этого типа и выживает. Поэтому вот такой вот приход и захват замка соперника мог его серьезно так удивить. Тем, что, ну, он, по сути, кроме как контроль карты больше ничего и не давал бы. Для новичков часто бывают обидно такие моменты. Ну, старается докупить армии хоть какой-то, чтобы отпор был посильнее. Опять же, зная, что там маг, конечно, именно на големов надо делать ставку. В идеале, конечно, големов было еще и загрейдить, чтобы еще снизить урон. И вот, смотрите, вот вам для сравнения армия. Вот такая же армия могла быть и у соперника. Вот если бы Волвин начал собирать консерватории и улики, вот насколько пробивная сила могла быть больше. Хотя видно, что но бас-контрабас тоже далеко не все это дело собирал. И более того, он даже пошел по другому направлению, потому что он вроде как с другой стороны даже прибежал. Не с той стороны, с которой пришел Волвин. Вот, видите, это один из тех случаев, когда разновыбранные направления абсолютно к разному результату приводят. Вот так-то. Ну, мне кажется, тут уже и так все понятно. Возможно, ребята доиграют до конца. Когда будет и какой-то финальный бой между их главными героями. Ну, это будет уже больше, знаете, так, для галочки. Чтобы уже полноценно все было доиграно, как положено. Волвин спросил, быстро ли землю словил Мубас. Мубас говорит, да. Ну, с экспертной землей и метеориткой, конечно, реально можно творить чудеса. Это, конечно, очень значимо. Как раз вот зашедшие герои на зеркалке, они очень сильно могут давать преимущество одному или второму игроку. Тот же Галтран, например, Тант, который может ломать Утопии на второй неделе. Даже в тех случаях, когда другим героям и армиям это недоступно. Герои с воскрешениями, да. Это тот же Аламар и Джеддит. Кто у нас там еще такие прям... Луна, да. Луна тоже очень сильный герой, который может прожигать все на карте. Опять же, все это в кавычках. В основном пешеходов. Пешеходов, которые проигрывают по скорости. Одному юниту хотя бы, который есть в наличии у Луны. Плюс надо постараться, чтобы экспертный огонь был как можно раньше, чтобы... Сила магии была тоже побольше. Ну, пытается что-то придумать, конечно, в Волвин сейчас. Но без главного замка он теряет прирост. Единственное, что... Возможно, все закончится еще до получения прироста со стороны Нубаса-Контрабаса. Ну, то есть, каждая неделя теперь она работает именно на Нубаса. В целом, что можно было бы сделать Волвину? Шансы у него на победу остаются. Единственное, нужно развернуться. Вернуться либо в свою трежерную зону, либо к сопернику пойти и мощниться непосредственно там. Без мощнения данная партия уже не выигрывается. А он рассматривает вариант, типа, пойти отжать замок у соперника и, типа, поменяться замками. Но, опять же, силенок-то, судя по всему, не хватит, чтобы сам замок захватить. Вот в чем дело. А если четвертый уровень гильдии магов отстроил со своей стороны Нубас-Контрабас, то он еще и через городской портал, который он мог получить, может вернуться домой и даже пробиться в направлении соперника и накрывать его еще до попытки штурмовать какой-то конкретный замок. Неллай решил атаковать Нубас-Контрабас, словил на карте соперника на четырех нагах. Ну и здесь просто будет одностороннее избиение. В общем, как мы с вами и рассуждали. Не собираешь улики и консерватории, значит их собирает соперники и за счет их выигрывает. В любом случае, данная партия должна послужить серьезным уроком для Валвина в плане опыта и на будущее дать ему темы для размышлений. Ну и в целом на изучение шаблонов. То есть в плане там расчет, не расчет силы, это уже другой момент, а вот то, что на второй неделе не выходишь на этап, когда можно улики и консы собирать, вот это вот очень серьезная проблема. Ну и их игнорирование как таковое тоже можно считать большой ошибкой. Пытается в финальном бою тоже что-то придумать, понимая, что он уже проиграл, чисто что-то просто как-то увеличить потери. И нужно заметить, что он сейчас ударил даже с применением двойного урона за счет удачи. Все, ребят, всем спасибо за внимание. Всем пока, с вами был Армак. Ребятам огромное спасибо за партию. До новых встреч. Ищите себе соперников для игры в Герои 3 под свой уровень и не можете найти? Скачайте программу ICQ и заходите в наш геройский чат. Сотни игроков из разных стран. Уровень игроков от полных новичков до папашек. Играются фановые игры на интерес, игры на ставку. Можете участвовать в турнирах и шоу-матчах с призовыми. Сюда же бросаются объявления о новостях в геройском мире. Игроки из геройских порталов, соцсети и видеоплощадок. Отзывчивое отношение участников сети. В настройках чата есть ссылка, которой можно поделиться с друзьями. Можно включать и выключать звуковые уведомления о новых сообщениях. Советую отключать уведомления для того, чтобы не раздражали звуки постоянно приходящих сообщений. Также можно менять фон чата. В разделе участники вы можете отследить, кто находится сейчас в сети. И списаться с ним в личных сообщениях. Или посмотреть, когда игрок был последний раз в сети. Любой участник может выйти и зайти в сеть в любой момент времени. Можно воспользоваться функцией игнорирования или очистки истории сообщений в чате. Больше не нужно писать разным игрокам сообщения по отдельности. Не нужно регистрироваться на многих порталах и обновлять страницы в надежде увидеть сообщения и найти соперника. Ваши сообщения моментально получают все участники чата, что очень сильно сокращает время на их поиск. Более того, далеко не все геройщики и далеко не каждый день заходят на геройские порталы, соцсети и другие площадки. А некоторые вообще не зарегистрированы ни на одном из геройских порталов или геройских бесед, а также групп. В то время как программа ICQ у многих запущена на компьютере постоянно в фоновом режиме и запускается при загрузке операционной системы. Сверху над беседой присутствует кнопочка для добавления новых участников в сеть. Добавлять можно только тех, кто находится у вас в друзьях. Достаточно проставить галочки напротив ника тех игроков, которых вы собираетесь добавить. Если напротив игрока галочка уже стоит, это значит, что данный игрок уже является участником в сети. Также нет привязки к требованиям и участникам в сети по конкретным правилам или их отсутствии. Требование лишь одно. Все игры ведутся на одной версии Героев Меча и Магии 3, Дыхание Смерти, или так называемый СОД. Если у вас заблокирована возможность пользоваться программой ICQ, можно воспользоваться браузерной онлайн-версией программы с использованием Яндекс.Браузера или любого другого с установленным расширением Холла, Бравсек, Прегейт или любым другим подобным. Также можно отключать звуковые уведомления слева. Там же можно закрепить беседу, чтобы она всегда у вас была на виду и не приходилось ее подолгу искать. На этом у меня все. Надеюсь, информация для вас была полезна. Всем пока. С вами был Роман.